Принимается один ответ. Итак, у нас есть два автора на книге. Андрей Жволевский. Все что-то нет, да? Игорь Мытько. Второй кто? Итак, вы предполагаете, Павел, что пришел к нам в гости Игорь Мытько. Вы предполагаете, что к нам пришел Жволевский Андрей. Итак, Паш, ты получаешь первую марку, потому что Игорь Мытько у нас в гостях. Итак, аплодисменты ваши, дорогие мои. Простите, не спросил у вас отчество. Отчество не обязательно. Здравствуйте, дорогие любители интересного. Здравствуйте, я за всех отвечу. Здравствуйте. Здравствуйте. На мой взгляд, рассказывать о книгах, это вещь достаточно бессмысленная. Книга сама себе рассказывает. Либо она интересная, либо нет. Вы лучше скажите вот что. Чего вы боитесь? Вот вы. Высоты. Темноты. Пауков. Собак. Оставаться одна. Оставаться одна. Собак. А молодые люди? Да. Высоты. Высоты. А вот девушка там в телефоне, вы что-нибудь боитесь? Чего-нибудь боитесь? Остаться, наверное, без телефона. Ну, и получили собирательный образ. Страшнее всего остаться одному на высоте, в темноте и с собакой. С пауком на собаке. С пауком на собаке. Да, это ужасно. По поводу страхов, ну, если будет интересно, можем поговорить потом, по окончании игры. Я же хочу пожелать всем обрести очень полезный навык превращать свои страхи в какое-нибудь развлечение. Вот, например, такое, как сегодняшняя игра. Удачи всем. Если что, я здесь. Спасибо. Итак, дорогие мои, почему же... Антарктида. Почему же интересные сегодня волшебные фактически превращения в центре Москвы и именно туда, на Южный полюс? А все потому, что действия книги происходят именно там, где состоялась научная конференция и симпозиум, куда собрались интересные люди, о которых вы потом сами узнаете более подробно. Ну, а мне придется начать с того, что задать вам вопрос. На каком языке могут общаться все люди на белом свете и будут понимать друг друга, ну, просто с полуслова? На каком? Жестные. Жестные, они же не глухонемые. На каком языке? Есть, конечно, язык глухонемых, правильно, но не каждый знает. А вот цивилизованному человеку, умному, английский, был бы неплохо, да. Ну, вот кто-то не знает английский. А вот какой язык может всех объединить, и люди могут, смогут понимать друг друга? Телепатический. Какой? Телепатический. Телепатический. Но это в себе надо еще качество развить. Телепата. Скажите всем громко, чтобы услышали. Эсперанто. Кто-нибудь слышал о таком языке? Слышали, конечно. Скажите, а вы чей-то папа? Или вы сам по себе? Ребенок. Ребенку тогда буду марки вручать, а ты слушай подсказки папы внимательно, одним ухом. Другим ухом подсказки мамы, и все будет хорошо. Итак, язык асперанто. Я вам... Скорее, мы только начали. Про язык асперанто я вам чуть-чуть попозже расскажу, а пока немножечко прочитаю из книжки такую интересную информацию. Капитан полез по лестнице. Мощным ударом распахнул люк и получил упавший шваброй по каменной башке. И в остальном решение Образцова, лейтенант Образцова, казалось удачным. Это действительно была старая добрая булка киномеханика, превращенная в чулан для инвентаря уборщиц. Под слоем моющихся обоев обнаружились три окошка бойницы, через которые можно было наблюдать за залом. Мэри, главная героиня, припомнила, что видела эти окошки на задней стене конференц-зала, приняв их тогда за не слишком удачную мозаику. Мне вот вопрос автору. Скажите, а моющиеся обои в Антарките незачем? Даже несмотря на то, что это конференц-зал. Чтобы мыть было что-то. Чтобы было что мыть, было чем заняться. В общем-то незачем, но поскольку это существующий пока только в воображении авторов антарктический пятизвездочный отель, там все как у людей, в том числе моющийся обои. Итак, в зале что-то грохотало и передвигалось. Эти страхи и кошмары были именно там. Однако воспользоваться возможностью понаблюдать за монстрами никто не торопился. Все как-то вдруг вспомнили, что наблюдая за ними, можно бросить случайный взгляд на них, которые могут превратить тебя в камень одним только случайным взглядом. «Ну, я и тупица», – вдруг воскликнула Эрен. Эрен – это сестра-близняшка Марина. С этими словами она выхватила из кармана розовый смартфон, сунула его в окно-бойницу, несколько раз щелкнула спуском фотокамеры и принялась изучать результат на экране. Все это произошло быстрее, чем остальные успели сказать «да я». Не рискуй, ты слишком молода или хотя бы, что ты делаешь? Твой телефон может окаменеть. Либо ты окаменеешь, рассматривая цифровое фоторазрешение. Но никто ничего не сказал. Да никто ничего не сделал. Ну, не окаменел. Полицейские обступили Эрен и уставились в экран. Фото. Кошмаров. Не удались. Мылица смартфона в сочетании с мутным стеклом окошек выдала изображение больших темных силуэтов с разлохмаченными краями. Зато фигуры окаменевших ученых и полицейских, которыми был установлен весь зал, получились гораздо лучше. «Это что?» – прошептала Эрен. «Мистический ритуал какой-нибудь?» «У кошмаров не бывает ритуалов», – сказала Марина. Эрен прикрутила фото в режиме слайд-шоу. Получилось, что кошмары таскали от уменелости. То один, то другой монстр подхватывал парализованного ученого или полицейского и перетаскивал его на другое место. «Они расставляют их в шахматном порядке», – сказал образцов. «Отуменевшие полицейские ученые стояли точно на красных клетках прощищенного от кресел красно-белого пола конференцала, образовывая строгие диагонали. Все фигуры полисменов смотрели на сцену, а фигуры ученых на двери. Не в шахматном порядке, а в шашечном, – поправила Марин. «Они в шашки играют полицейскими против гражданских». «Вот это да!» – сказал Эрен. «Ага!» – сказала Марин. Образцов почесал в затылке. «Если бы Джефф мог говорить, он бы сказал что-нибудь вроде копы против высоколопых». Американец пошевелился, глядя на русского. Тот кивнул и почесал в затылке у Джеффа. «Интересно, а они съеденные шашки съедают?» Ириша покрутила, покрути-ка до конца. На последних кадрах один из кошмаров довел до последней горизонтали польского специалиста по борьбе с подкроватной преступностью и перевернул его вверх ногами. Благодаря конфедератке с широкими полями получилась весьма устойчивая дамка. Заодно прояснился вопрос со съеденными фигурами. Канадский эксперт по несмешным клоунам, попавший под венгерского квантового физика, был снят с доски и уложен у стеночки. «То, что кошмары играют в шашки, это очень странно», сказала Марин. «Но это дает нам шанс. Игроков всегда можно как-то отвлечь». «Надо фигуру украсть», сказала Ирэн. «А что такое, я всегда так делаю». После короткого обсуждения полицейские пришли к выводу, что идея хоть и глупая, но разумная. Даже Джефф одобрительно качнулся корпусом вперед. Итак, вы поняли, что полицейские и ученые оказались окаменевшими фигурами, которыми какие-то страшные монстры играть стали в шашки. А почему вдруг все там оказались и окаменели, об этом вы прочитаете в начале. А чем все закончилось? Я так думаю, что каждый предполагает правильный ответ. Все закончилось. Ха-ра-шо. Да. Все оттарили. Но не для всех. Да, но не для всех. Но мы не будем открывать все тайны. Читать было весело и интересно. А главное, сегодня для вас еще и будет очень поучительно. Итак, начнем мы с нашей полезной информации, потому что знать про Антарктиду, когда о ней что-то читаешь, очень интересно и важно. Ну и еще про другие встреченные мной интересные сообщения в этой книге. Будем смотреть на наш экран. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!